Доброе утро! В зависимости от того, кто именно в этот период является ответственным за все то, что происходит в школе. Обычно число таких ответственных лиц входит, безусловно, это классный руководитель, это зауч, это директор школы. И если назначается кто-то дежурный, так скажем, по школе, иногда это бывают педагоги, иногда кто-то из заучи или каких-то иных работников школы, тогда, соответственно, это лицо отвечает за всю дисциплину, которая в это время в школе происходит. Значит, ребенок ни в чем не виноват? Ребенок виноват, но когда ребенок, у нас есть разделение, когда мы говорим о детях в зависимости от возраста ребенка. И в основном, когда кто-то дополнительно привлекается к ответственности, мы говорим о ребенке до достижения 14 лет. Соответственно, после 14 лет он считается уже более взрослым, и там вопрос ответственности распределяется уже с большим учетом вины самого ребенка, да, этих действий, которые он совершил. До 14 лет все же законодательство стоит на том моменте, что все-таки за ребенка отвечают взрослые. И в зависимости от того, где ребенок находится, да, это детский сад, это школа, это какое-то дополнительное образование, да, и соответствующее учреждение, педагоги. Тогда ответственность распределяется между этими взрослыми лицами и, безусловно, родителями, которые несут все-таки основной ответственность за воспитание ребенка, за его поведение, за его местонахождение, ну и способ времяпровождения. Смотрите, если Васька, например, издевался надо мной в школе до 14 лет, то родители его не будут за это отвечать, вот именно в школе, во время школьных занятий. Вот смотрите, вопрос издевательства, он на самом деле, вот как ни странно, он самый сложный. Почему? Потому что, как правило, это не подпадает под какую-то меру административной даже ответственности, ну и судя по возрасту, у нас еще административная ответственность для детей, она не наступает. Если мы говорим, да, вот до 14 лет. Соответственно, тогда это мера такого воспитательного воздействия, которые должны применяться в отношении Васьки в данном случае, да, как такого очень активного ребенка. И, соответственно, здесь уже в первую очередь как раз-таки выступает школа, как вот один из институтов, который может повлиять на ребенка, да, в том числе психолог, социальный педагог, как ни странно, представители детской комнаты милиции, которые должны как раз-таки каким-либо образом, да, показать ребенку, ну, естественно, во взаимодействии с родителями, что его поведение, оно является неприемлемым для общества в целом. А на сегодняшний день по закону можно получить какую-то компенсацию или рассчитывать на некую сатисфакцию только в том случае, если ребенок прям пострадал, у него синяк, увечий или еще что-то в конфликте, психологический террор и вот просто какие-то издевательства, за это никак нельзя наказать ни родителей, ни ребенка? Вот вы знаете, здесь очень сложно, потому что психологический террор, да, его нужно доказать, то есть часто в классах встречаются мальчики и девочки сейчас уже, которые срывают уроки, да, скребительно общаются с своими одноклассниками и даже педагогами, ну, к сожалению, теперь образование, да, и воспитание это позволяет. И вот воздействовать на таких учеников с точки зрения права, да, и каких-то вот административных регламентов достаточно сложно. Да, 14-15 лет мы никогда не исключим ребенка из школы. Мы не можем обязать родителей перевести его на домашнее обучение или на еще что-то, то есть те действия, которые совершает такой ребенок, чтобы его изолировать вот из этого класса, да, или из этой школы, они должны быть настолько серьезные, что они будут уже расцениваться, ну, вот однозначно, как необходимость исключения ребенка из вот этой среды, где он позволяет себе такое поведение. Я могу сказать, вот по весне у меня был клиент, да, и мы разбирали похожую ситуацию, но поскольку вот этому однокласснику не было еще 15 лет, принять какие-то относительно него меры было сложно, и в том числе были и жалобы и в правоохранительные органы, потому что там дело доходило до драк, да, это были действительно и оскорбления, которые вот были всерьез восприняты, и были угрозы, и срывы уроков. Но, к сожалению, вот то правовое регулирование, которое есть, оно не позволяет отключить ребенка от школы, да, либо обязать куда-то перевезти, либо на домашнее обучение. То есть здесь большая такая мера идет именно к родителям такого ребенка для того, чтобы каким-то образом вызвать их все-таки к применению. Ну и родители тоже будут нести ответственность, только если их ребенок, ну уж совсем что-то отчебучил такое, то есть там избил какой-то увечья. Да, то есть если, к примеру, он испортил одежду, какие-то вещи, еще что-то, то есть это проще регулировать, потому что это имущественный вред, его проще доказать и, соответственно, проще возместить. А если мы говорим уже о каком-то психологическом направлении, ну оскорбление, оскорбление. В данном случае это будет, да, как в рамках административного, но он не является еще субъектом ответственности в этом сложность. А вот после 14 лет, как обстоят дела, это 9-10, да, до 11 класса уже? После 14, после 15, да, там уже гораздо проще, да, то есть когда ребенку исполняется 16 лет, он становится субъектом административной ответственности, и там, конечно, уже мировоздействование гораздо проще. Но в любом случае то, что нужно помнить родителям, отправляя ребенка в школу или в детский сад, вы должны понимать о том, что те педагоги, которые там находятся, они несут ответственность за вашего ребенка. Независимо от того, был он в это время в классе, в учебном процессе, либо он прогуливал этот класс, то есть все равно нельзя говорить о том, что ребенок, находясь в школе, он все равно предоставлен сам себе. Да, и, соответственно, когда у нас педагоги, образовательные учреждения будут принимать и воспринимать эту ответственность действительно как серьезную, тогда, возможно, что-то дополнительно изменится в этом. Спасибо огромное. Спасибо большое. Елена Кудырко, адвокат, эксперт программы «Новое утро» была в нашей студии. В продолжении программы...